Жизнь с верой в чудо. У маленькой Амелии Хомченко два генетических заболевания. Из-за одного не усваивается белок и аминокислоты, а из-за второго попросту умирают мышцы. Благодаря поддержке неравнодушных сургутян, родителям девочки удалось приобрести поддерживающие жизненно необходимые аппараты. Например, прибор для выведения мокроты, ведь Амелия не может даже самостоятельно откашляться. Сколько стоит маленькая жизнь и где могут спасти ребенка, знает Дарья Давыдова. Этот заяц – любимая игрушка Амелии. Девочка ухаживает за ним, а еще лечит. Слушает легкие, проверяет уши, ставит уколы. Амелия твердо решила стать врачом, когда вырастет. И откуда такая привязанность к зайцу, улыбаясь, недоумевают родители. Может быть, от того, что носит игрушка, почти такой же корсет, как и у самой дочки. Его для куклы сделали врачи в Германии. В шутку. Самый простой. Амелия, ты его послушаешь, как у него легкие? Амелия хотела бы сама стать зайчиком, бегать, прыгать. Однако этого не случится никогда. У девочки два генетических заболевания. С таким сочетанием диагнозов она в России одна. В медицинской карточке Амелии Хомченко означатся фенилкетонурия и спинальная мышечная атрофия второго типа. Из-за первого ребенок не может питаться с общего стола. Но с проблемой питания только специальными продуктами и смесями еще можно справиться. А вот из-за атрофии девочка не может ходить и полноценно двигаться. Мышцы постепенно умирают. Это откашливатель, который удалось купить благодаря помощи неравнодушных сургутян. Вместе с вами мы помогали семье Хомченко собрать средства на технику этой зимой. Откашливатель – настоящее спасение для Амелии, для которой такие, казалось бы, простые физиологические вещи недоступны. Девочке подарили специальный тренажер, в котором она разминает мышцы. Центр Ашапатова презентовал велотренажер и противопролежневый матрас. Благодаря помощи сургутян Хомченко слетали в Германию, чтобы сделать Амелии корсет. Тот, что сделали в нашей стране, не подошел. Как объяснил нам врач, из-за низкого веса критичного мы не можем вам выбрать. Нам посоветовали клинику Цицитек в Берлине. И Цицитек к нам согласились. Они нам выслали приглашение, мы в посольство взяли визы и поехали. Амелия прошла в Германии обследование. Вывод врачей неутешительный. Спасти ребенка может только препарат спинраза. Производят его в Америке. Аналогов в мире нет. Как следствие, стоимость 52 миллиона рублей. Юлия и Владимир, родители Амелии, понимают, что это гигантская сумма, которую, наверное, не собрать никогда. Им отказали в помощи в Русфонде. Опять же, из-за огромного счета. Мы также попробовали мужа попытаться найти работу в Европе. И если у мужа будет получаться страховку, выдают по работе. И тогда будет спинраза. По страховке можно было бы. Но у нас лечебная виза. Нам отказали. Сказали, что муж не редкий специалист. Ветеринары нам не нужны. Юлия и Владимир пригласили нас в гости для того, чтобы сказать спасибо всем, кто не бросает и продолжает поддерживать. Сейчас благодаря этому удалось выписать аппарат неинвазивной вентиляции легких, чтобы не дать им атрофироваться. Семья Хомченко продолжает жить, радуясь каждой минуте, надеясь на лучшее и веря в чудо. Дарья Давыдова, Николай Сапожников. Сургут. Интерновости. Продолжение следует.